Всем привет! Место встречи изменить нельзя, и я, Андрей Шепеляев, опять в аэропорту Шереметьево. Потому что именно отсюда отправляются самолеты во все концы нашей страны и мира. И до моего следующего старта осталось два часа. Моя профессия – авиаинженер и частный пилот. А еще я – ведущий и блогер. Но сегодня из-за штурмала легкого самолета я пересел в пассажирское кресло Суперджета. Ведь большие расстояния подвластны только большим авиалайнерам. Скорость самолета более 800 км в час. Все близко. И сегодня я лечу в Астрахань, и это всего лишь два часа от Москвы. Все знают, что Астрахань – это там, где Волга впадает в Каспийское море. И все знают, что там очень много рыбы. Но я докажу вам, что Астрахань интересна не только заядлым рыбакам. Потрясающая история. Марсианские пейзажи. И это еще не все. Погнали! Шереметьево – крупнейший аэропорт страны. Пилоты хорошо знают, что это аэродром класса А. То есть он способен принимать любые типы самолетов. И 400-тонные Боинги 747, и компактные ближномагистральные Суперджеты весом менее 50 тонн. Кстати, авиакомпания «Россия» регулярно пополняет свой флот именно этими воздушными судами. Ведь их способны принимать и небольшие аэропорты. А значит, авиаперелеты становятся доступнее. Пассажир, впервые попавший в салон Суперджета, сразу же обращает внимание на компоновки. Для часто летающих пассажиров это необычная компоновка, потому что все привыкли к компоновке 3 плюс 3 для среднемагистральных самолетов и к компоновке 2 плюс 2 для региональных самолетов. Но компоновка же 3 плюс 2 – это новый стандарт комфорта для региональных самолетов, которые задали конструкторы из Суперджета. Кстати, такую компоновку выбрали для нового семейства самолетов Аэробус А220. Здравствуйте, добро пожаловать на борт нашего самолета. Конструкторы стремились к тому, чтобы, пересаживаясь дальномагистральных самолетов в Суперджет, пассажиры чувствовали себя не менее комфортно. Иногда на регистрации пассажиры просят посадить их на определенные места, но получают отказ. А при посадке на самолет места оказываются свободными. Почему это происходит? Попался вредный работник? Конечно, нет. Важно соблюсти центровку, которая рассчитывается заранее специалистами по каждому рейсу, в зависимости от типа воздушного судна, количества пассажиров, грузов и других параметров. От центровки зависит управляемость самолета, в первую очередь при взлете и посадке. Поэтому пассажиров рассаживают по специальной схеме, блокируя некоторые кресла. Разумеется, возникает вопрос, как влиять несимметрично расположение кресла в Суперджете на центровку самолета. Дело в том, что кресла расположены вблизи к продольной оси самолета. И таким небольшим весовым дисбалансом можно просто пренебречь. А умная система управления Суперджета может скорректировать намного большую несимметричность. Поэтому летим спокойно. Астрахань. Совершенно другой воздух, и я уже отчетливо чувствую запах приключений. Погнали! Первое впечатление от города – разнообразие стилей и культуры. Каждый век оставил в облике Астрахани что-то свое. Особняки купцов и рыбопромышленников соседствуют с современными постройками. И пока, на мой взгляд, выглядят более интересно. А Астрахань – город одновременно и речной, и морской. Здесь кругом вода. И главная российская река Волга. И совсем рядом Каспийское море. В Астрахани действует Федерация Яхтенного Спорта. И любой турист может взять катер, либо такую яхту в аренду. Основной прием при управлении яхтой – это поворот Аверштаг, когда судно меняет свой галст, то есть направление относительно ветра. Данная яхта, то есть бермудский шлюп, может выполнить его за несколько секунд. Но так как на борту есть неопытный моряк, надеюсь, что у нас все получится. Порот! С Каспием и Волгой связаны главные бренды Астрахани. Образ осетра, например, увековечен в камне. А в местных ресторанах, как правило, подают блюда из ценных пород рыбы, а также различные виды икры. С тех пор, как Иван Грозный взял Астрахань, здесь и в трапезах стараются соблюдать древнерусские традиции. Икра щучья, икра черная забойная, ну и, конечно, икра заморская баклажанная. Но ее, наверное, оставим на потом, а сперва отведаем местной знаменитой осетровой. Как добывая черную икру, можно увидеть своими глазами, если отправиться на экскурсию на одну из рыбоводных ферм. В окрестностях Астрахани их несколько. Я выбрал ферму Белугу, где икру получают методом сцеживания, сохраняя рыбу живой. Здесь разводят осетров и белуг, настоящих подводных монстров. Белуга – одна из самых крупных рыб из семейства осетровых. Ее масса может достигать полторы тонны, а длина – более четырех метров. В 1922 году в Каспийском море, близ устья Волги, выловили рыбу массой 1224 килограмма, а икры в ней было на 146 килограмм. Представляете, несколько бочек икры с одной рыбиной. Астрахань – это, конечно, не только Волга, Каспий и все, что с ними связано. Знаменитый Астраханский Кремль – культурный и туристический центр города. Он был построен в 1589 году, спустя 30 лет после присоединения к Руси Астраханского ханства. И для своего времени стал мощным оборонительным сооружением. Каждая деталь стены башен Астраханского Кремля предназначалась для обороны. Зубцы на стенах помогали удерживать ручное огнестрельное оружие, а через эти косые отверстия, варницы, на головы врагов выливался кипяток, либо кипящая смола. Строя укрепления, Москва решала важную задачу – удержать Астрахань, новый форпост юга страны. Потому что золотоордынские ханы не оставляли надежд вернуть город. Но символично, что для строительства новой русской крепости использовали камни от разобранных стен Сарай-Бату, самой первой столицы Золотой Орды, расположенной к северу от Астрахани. Путь от Астрахани до средневековой столицы кочевников занимает на автомобиле около двух часов. Сарай-Бату в переводе с тюркского означает «дом Батыя». Хан Баты, внук грозного Чингисхана, основал его почти 800 лет назад. Это была столица Золотой Орды – огромный, богатый город. В период его расцвета в нем проживало, по мнению историков, 75 тысяч человек. Огромные караваны с богатым грузом прибывали в Сарай-Бату с разных концов света. С севера везли кожевый мех, мед и воск, соколов и кречетов для охоты, а в Средней Азии везли ковры, ткани и пряности. Я же привез с собой только свое любопытство, но зато верблюду будет полегче. Между этих строений ты словно переносишься в другую эпоху. Здесь можно почувствовать себя воином-кочевником. Но все это – лишь прекрасный аттракцион для туристов, построенный в 21 веке. На самом деле тот самый Сарай-Бату находится в нескольких километрах отсюда. И то немногое, что сохранилось до наших дней – основание зданий, черепки посуды, осколки стрел и украшений – является достоянием археологов. А то, что мы видим вокруг – это просто большая декорация к фильму Орда. Образ столицы Золотой Орды получился таким убедительным, что после окончания съемок его решили сохранить и сделать туристическим центром. Мне эта идея показалась отличной. Жалко было бы сломать такие декорации. Они прекрасно передают атмосферу древности. А Царай-Бату всего 120 километров до удивительного озера Баскунчак. Оно находится на территории Багдинско-Баскунчакского заповедника. Это закрытая зона. Чтобы посетить ее, нужно приобрести входной билет. Гостиниц немного, так что лучше бронировать места заранее. Но зрелище стоит этих небольших хлопот. Баскунчак – уникальный природный объект. Он хоть и считается озером, но по сути – это месторождение соли. И лишь на поверхности – тонкий, меньше метра слой рапы. Так называют эту очень соленую воду. Чтобы понять, как образовывалось это уникальное озеро, давайте представим себе пирог. Если на него надавить сверху, то внутренняя начинка, через тонкий верхний слой, будет пытаться вылезти наружу. Так и здесь. Соль более пластична осадочных пород. Они давили на нее и образовывались соляные купола. Тя самая начинка, которая в природе вылезла наружу. Между этими куполами в какой-то момент образовалась впадина, которая постепенно заполнялась водой. Озеро Баскунчак. В полутора километрах от юго-западного берега озера расположена гора Большое Багдо. Багдо с калмыцкого переводится как «святой». Чтобы попасть на вершину, идти нужно специальным маршрутом. Ведь здесь охраняется все. От почвы до редкого вида ящериц, на которых случайно можно наступить. Что ж, примерно так я и представлял себе Марс. Гора Большое Багдо состоит полностью из красного песчаника. Сходство с инопланетным пейзажем усиливается в ветреные дни, когда гора начинает создавать странные звуки. Поэтому ее называют поющей. Секрет этой марсианской музыки в отверстиях, которых очень много на склоне горы. Их проделал ветер в мягкой песчаной породе. И когда он дует, гора начинает петь. На северо-западной оконечности озера есть еще одно удивительное место – Баскунчакская пещера. Она расположена за территорией заповедника, и туда нужно приобретать отдельную экскурсию. Однако сопровождение стоит недорого. Да и найти вход в пещеру я сам вряд ли смог бы. Это просто провал среди степных барханов. Я нахожусь в Баскунчакской пещере. Она в длину полтора километра. И на всем протяжении можно увидеть множество залов, подземных водоемов, обширных и очень узких коридоров, так называемых шкуродеров. Но эти маршруты мы оставим для спелеологов. Для обычных туристов они могут быть опасны. Особенно в сезон паводков, когда все эти полости затапливаются водой. Эта пещера популярна у туристов, но здесь нет стационарного освещения. И всем это нравится. А я считаю, это достоинство. Ты чувствуешь, что попал в настоящий подземный мир. Фонарика достаточно, чтобы разглядеть необычные ребристые стены и другие особенности пещеры. Но его направленный луч не нарушает общего ощущения тайны и темноты. Мое путешествие по Астрахани и ее окрестностям подходит к концу. И оно получилось действительно интересным. Я снова убедился, за несколько дней можно успеть увидеть очень многое и очень разное. Это самое соленое озеро России. Это черная икра, которую доится в ситровках молоко с коров. Это древняя столица Золотой Орды. И неприступные кремлевские стены. Ну что ж, прощай Астрахани. В моем кармане уже лежит билет в другой город. В какой? Скоро узнаете. Но обещаю, будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»!